Европейское агентство лекарственных средств одобрило для применения в Евросоюзе вторую вакцину от коронавируса. Ею стала американская Moderna. Процесс авторизации вакцины на континенте оказался не таким быстрым, как в Великобритании или Соединенных Штатах, комментирует бывший независимый эксперт по безопасности лекарств и оценке рисков профессор Стивен Эванс. Есть две вещи – наука и администрация. Наука изучает все имеющиеся у нас данные, поступившие из лабораторных исследований и экспериментов над животными. На следующем этапе испытания начинают постепенно проводиться на людях. И эти процессы, как правило, почти одинаковы, независимо от того, осуществляются они в Европе, в Соединенных Штатах или где-либо еще. Но административно они могут сильно отличаться, поскольку здесь они проводятся через Европейское агентство лекарственных средств. Научная оценка проводится обычно двумя странами Евросоюза. Например, вакцину Pfizer оценивали в основном Швеция и Франция. Но для того, чтобы одобрить вакцину в Евросоюзе, необходимо участие всех других государств-членов, а также экспертов со всей Европы, которые присутствуют на встречах и выражают свое мнение на основе имеющихся данных. И только после этого проводится голосование представителей всех стран ЕС. А Европейская комиссия подтверждает свою рекомендацию об окончательной авторизации вакцины в Европе. Политический редактор Евроньюз Даррен Маккафри спрашивает, Евросоюзу потребовалось больше времени для одобрения вакцины, чем в Великобритании и США, из-за того, что у нее менее расторопная администрация, или потому, что у нее более строгая наука? Профессор Эванс отвечает, я думаю, нет никаких сомнений в том, что этот процесс у нас строгий. До недавнего времени Великобритания участвовала в этом процессе и могла взять на себя часть научной оценки. Теперь нагрузку приходится распределять между остающимися странами-членами. Они разделены на пары таким образом, чтобы две страны-участницы выполняли основную работу по оценке данных. Но ответственность за одобрение и совет об авторизации вакцины должна быть разделена между 27 странами-членами.